Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В 17-й раз уже проводится этот конкурс. Давайте сразу начнем с того, что он собой представляет и как меняется. Наш конкурс называется официально «На лучший комитет Совет территориального общественного самоуправления». Так сокращенно в нашем городском сообществе принято его называть «На лучший ТОС – двор, подъезд». Собственно, вот это название краткое полностью отражает его содержание. Какое количество участников обычно бывает? Меняется ли оно год от года? Да, вы знаете, мы наблюдаем очень отрадную тенденцию, которой мы, правда, очень рады и очень довольны, что конкурс вызывает интерес у жителей. Это самое главное. В этом году у нас 218 заявок и территорий общественного самоуправления участвуют в конкурсе. Если посмотреть на динамику прошлых лет, в прошлом году это было 196 заявок, а всего лишь несколько лет назад это было порядка сотни. То есть как бы тенденция на лицо, конкурс интересен, это главное. Но чтобы привести двор в порядок к августу, нужно уже весной сажать цветы, вкапывать лавочки, если они необходимы, может быть, подкрашивать какие-то карусельки. Как жители готовятся к этому мероприятию? Этот конкурс – всегда долгожданное событие для активистов в сфере общественного самоуправления Рязани. Естественно, к тем результатам, которым они приходят к августу, к моменту самого конкурса, заседания конкурсной комиссии, они готовятся очень ответственно и заблаговременно. Это большая работа самостоятельной жителей на принципах самоорганизации жителей и по благоустройству, и по созданию новых объектов озеленения и цветоводства, по проведению субботников на своих придомовых территориях. Так что, конечно, это огромная общественная работа активистов заблаговременная. А на что обычно обращается внимание? Вы знаете, у нас четыре номинации по конкурсу, разрешите я их перечислила, поскольку в каждой номинации своя система критериев оценок. Есть номинация «Лучший общественный проект по месту жительства», есть номинация «Лучший двор». Здесь причем конкурсная комиссия смотрит не только на объекты ландшафтного дизайна, озеленение, а на весь комплекс работ, которые предпринимает активист, в том числе во взаимодействии со своими обслуживающими организациями по образцовому содержанию своих территорий. Третья номинация «Лучший подъезд» и четвертая номинация «За личный вклад в развитие общественного самоуправления». То есть мы и конкурсная комиссия нацелены на то, чтобы оценивать именно комплексно, как комплексно, как системно активисты занимаются этой общественной работой и как они достигают вот эти вот совместные результаты. Ну потому что, на мой взгляд, например, если мы прошли по красивому двору и зашли в обшарпанный подъезд, то уже совсем не тот эффект. Да, и вот, кстати говоря, даже вот в номинации «Лучший подъезд», казалось бы, мы должны оценивать там состояние лестничных клеток, да, но у нас там среди критериев оценки есть и оценка состояния придомовой территории. То есть это как раз отмечается вот этот комплексный подход в общественной активности. Какая же часть города все-таки у нас самая красивая и ухоженная получается? Ну, наверное, так ставить вопрос сложно, потому что заявляются территории... По микрорайонам тогда давайте. Да, со всех районов города. Ну вот, да и можно сказать, что без преувеличения все микрорайоны города тоже активные. Мы выделили 70 лауреатов конкурса. У нас вот в рамках положения 70 призовых мест. Этих людей мы будем отмечать премиями на торжественной церемонии подведения итогов. Но, как нам кажется, все-таки говоря вот о самых основных идеях конкурса, конечно, это не только и не столько материальное поощрение. Мы говорим о том, что мы хотим проявить внимание к людям, к общественникам, которые занимаются этой огромной работой, да, на общественных началах. Мы говорим о том, что мы хотим проявить к ним заботу, уважение, показать их общественный труд. А тенденция какая? Молодежь в своей дворике приводит в порядок больше? Или бабушки, которым дорого то место, где они чаще всего обитают? Вот этот вот ореол обитания у лавочки, скажем так. Ну, вы знаете, вот тоже говоря о тенденциях, да, участия и в конкурсе, как вот отдельном событии, да, нашей сферы, так и в целом о развитии нашей сферы общественного самоуправления, надо отметить повышение молодежной активности. Ну, вот это отмечается и сейчас в составе многих комитетов территориального общественного самоуправления ТОСов молодежь. Молодежь также возглавляет комитет ТОС, это очень приятно. Есть какой-то дальнейший этап у этого конкурса? Потому что, когда мы пишем сочинение, мы можем его расширить и отправить куда-то, например, в Москву или еще куда-то, да, на конкурс. Но если мы привели в порядок свой двор, то что делать дальше? Настолько все это находится в развитии. Вот, казалось бы, вот проехали мы год назад, да, вот эти территории участников. Едешь в этом году, не узнаешь, потому что уже столько новых приемов. Например? Взять хотя бы тот же ландшафтный дизайн. Вот, кстати говоря, у нас некоторое время назад работал проект, который назывался «Уроки ландшафтного дизайна для людей мудрого поколения». И многие принимали участие в этих вот занятиях по ландшафтному дизайну. Я так поняла, что почерпнули много для себя нового, много новых технологий, приемов, которые воплотили в жизнь на своих территориях проживания и представили вот для участия в конкурсе. Причем, конечно, это не профессиональная, да, это не профессиональная активность. Можно из обычной автомобильной шины сделать такой шедевр, что люди будут проходить и обязательно оглядываться. Да, но это уже действительно сближается с какими-то профессиональными результатами. Более того, вот еще конкурс, это тоже очень важно подчеркнуть, конкурс стал за это время площадкой для общения, площадкой для обмена опытом между участниками, между территориями, где действительно можно обменяться новой информацией, обменяться интересными приемами озеленения и благоустройства. Как вы проверяли эту работу? Какое количество времени занял объезд территорий? Ну, достаточно продолжительное время с учетом количества заявок и территорий. В течение двух недель конкурсная комиссия объезжала всех территорий участников. Каждая территория фотографировалась, по каждой территории есть огромное количество фотографий, которые в конечном итоге, все вот эти фотоматериалы были представлены на заседании конкурсной комиссии. Каждая территория тщательно обследовалась и, собственно, вот недавно прошло заседание комиссии, где были приняты окончательные решения. Победители меняются год от года или есть уже лауреаты, которые точно знают, что в этом году они снова возьмут свой приз? Конечно, победители меняются. Мы стараемся объективно подходить к заявленным территориям или, как в этом году, общественным проектам. Это абсолютно новая номинация, поэтому здесь очевидно, как бы все победители первый раз. Есть костяк, который из года в год, вот просто вы спросили, я сразу вспоминаю про два подъезда в номинации «Лучшие подъезды», которые много лет действительно являются образцовыми и показательными. Это Великанова-3, Куприянова Луиза Егоровна и Гагарина-40, корпус-1, Московкина Анна Васильевна. И в этом году комиссии также были эти подъезды отмечены. Что говорят люди? Трудно уберечь всю эту красоту. Бывает, посадил цветочки, покрасил лавочку, что-то там себе придумал, чтобы все красиво. Вот многие мои знакомые вешают в подъездах картины. Но не факт, что утром и цветочки, и лавочка, и картина будут на месте. Вот в чем проблема. Наверное, трудно. Но все равно люди, скажем так, преисполнены надеждами и уверенностью, что это все нужно соседям, это все нужно жителям. И вы знаете, все-таки жители все больше и больше с уважением относятся к этому труду, который предпринимают общественники. Если раньше какие-то действительно отдельные такие проявления были, неуважение или вообще вандализма. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Золотое правило, которое никуда не девается. Но, опять же, общаясь с коллективами активистов, понимая, что меняются люди, меняется поведение людей, это очень важно. И, наверное, тоже на это направлен конкурс, чтобы с уважением относиться вот к таким вот результатам, за которым стоит большой-большой труд. Спасибо большое. Ну что, уважаемые телезрители, давайте меняться к лучшему. Наша телекомпания поздравляет всех победителей и надеюсь, что ваши красивые дворы будут радовать всех ваших соседей. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова